В первом квартале 2016 года сократились даже лекарства впервые в деньгах, а не в упаковках. Как Вы считаете, можно ли говорить о том, что россияне начали экономить на лекарствах? Да, безусловно, такой тренд есть. Россияне начали экономить абсолютно на всем сокращение потребления. По данным Росстата, в апреле месяце составило 4,8% по группе продовольственных товаров и больше 5% по непродовольственным товарам. Это очень серьезный тренд, и это следствие такой экономической политики. К сожалению, потребление сокращается быстрее, чем сокращаются темпы экономического роста. Темпы экономического роста были более-менее стабильные, 0,0,0,1. Мы видим устойчивое сокращение потребления, мы видим сокращение розничного товарооборота. И это очень серьезный тренд. Вы планируете с этим бороться? Да, конечно. У нас есть целая программа поддержки населения в трудной жизненной ситуации. Мы сегодня видим прирост бедности почти на 3%. В связи с этим введены некоторые экстренные меры по доступности, например, материнского капитала. Из средств материнского капитала в этом году, с 1 июля, мы начнем выплачивать 25 тысяч рублей для каждой семьи. Разработаны специальные поддержки для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Увеличена программа летнего отдыха, в том числе привлечены средства федерального бюджета в размере 4,6 миллиарда рублей. То есть мы делаем все, чтобы помочь российской семье перейти в такую сложную экономическую ситуацию. Сейчас остро дебатируется вопрос об индексации пенсий. И в будущем году, с начала будущего года мы ставим вопрос об индексации заработных плат бюджетников. Насколько примерно? Мы говорим про инфляцию сейчас и про достижение майских указов. Это самые серьезные темы, которые стоят на повестке. Потому что падающее потребление не может поддержать экономический рост. Если у нас в стране будут нарастать тренды по сокращению потребления, то никакого экономического роста ожидать невозможно.